Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня у нас небольшое видео, которое, я надеюсь, поможет многим, поскольку это видео рассказывает, как решить проблему с битыми microSD, USB флешками и так далее и тому подобное. То есть различными устройствами, особенно которые часто перетыкаете в различные фотоаппараты, в компьютеры, в картридеры и тому подобное. Через какое-то время у вас возникает проблема, что фотоаппарат, например, не видит или видеокамера не видит эту флешку. А когда вы подключаете ее к компьютеру, вы получаете вот такую вот ошибку. У меня, как вы видите, такая же проблема. Соответственно, я сейчас расскажу, как ее решить. То есть у меня диск H, он нечитабельный. И, соответственно, попытка отформатировать его в штатный формат говорит о том, что Windows was unable to complete the format. Что делать? Все очень просто. На самом деле вы нажимаете правую кнопку мыши на старт меню в Windows 8 или Windows 10 и запускаете здесь Command Prompt от private min. Еще раз напомню, что у меня здесь вверху всплывающие есть аннотации с линками на другие видео, посвященные тем же коротким клавишам, шорткатам по работе с Windows 10. Внизу в описании к Windows видео есть тоже все линки различные, полезные. Ну и плюс сами команды, которые я буду показывать, тоже есть. Смотрите, сейчас мы возьмем и сделаем все при помощи командочки Diskpart, поэтому и нам нужна командная строка под правами администратора. Diskpart очень и очень опасная утилита, поэтому используйте ее вдумчиво. Сейчас она инициализирует все диски, проверяет все диски, какие у меня есть физические диски, подключенные к системе. И, соответственно, первая команда, которая нам нужна, это командочка ListDisk. Мы видим список всех дисков, которые сейчас присутствуют в системе, с соответствующими занятыми местами и их размерами. У нас есть диск 11, я знаю, что это моя флешка. Пожалуйста, не перепутайте, потому что это самое важное. Вот она, 59 гигабайт. Соответственно, что делаю я дальше? Я дальше делаю командочку Select Disk 11. То есть это обозначает Diskpart, что сейчас я буду все операции выполнять с диском 11. Если вы сейчас ошибетесь с выбором диска, то следующая команда убьет все на диске, поскольку следующая команда будет клиент. Это полная очистка диска, то есть он становится неразмеченным, с него стираются все партиции, никаких форматирований, ничего не остается. То есть полное удаление. Причем никто вас не спрашивает подтверждения. Подумайте еще раз перед тем, как нажать Enter. Мы нажимаем Enter и, как вы видите, система говорит о том, что спасибо, вы выполнили операцию. Следующая команда, мы выполняем ListPart или ListPartition. Полная команда. ListPart можно сокращенно писать, чтобы много не писать. Опять же, напоминаю, внизу в описании к видео все команды будут. Нет ни одной партиции. Следующая команда, мы создаем партицию на пустом диске. Это команда CreatePartitionPrimary. Все. Только что была создана партиция полностью на весь диск. Одна. Почему одна? Потому что, ну, кстати, вы можете использовать это не только для управления microSD, или USB-шками, USB-флешками. Вы можете это использовать вообще. Так вот, в настоящий момент мы создали одну большую партицию. Почему? Потому что это камеры, это фотоаппараты. Они все используют только одну партицию. Они не умеют там работать с разными партициями на одном диске. Если вдруг вы заинтересовались работой с диск-партами, хотите все автоматизировать при создании там, еще раз, вот, HelpCreate показывает вам список, что вы можете создать. Например, HelpCreatePartition. И дальше, вот, какие партиции вы хотите создать. Собственно говоря, я и создал PrimaryPartition. Теперь нам осталось вернуться к командочке ListPartition. Вот вы их видите. Вот она создана на 59 гигабайт. Соответственно, я на 11 диске делаю SelectPartition1, Part1. Я ее выбрал для дальнейшей работы. Какая дальнейшая работа? Дальнейшая работа – это форматирование диска. Есть командочка Format, HelpFormat. Вы видите большой список. На самом деле, при форматировании важно, собственно говоря, знать соответствующую команду. Вот в данном случае там Format Recommended Override, рекомендуемый формат. Но на самом деле у нас не рекомендуемый формат, поскольку оно отформатирует в NTFS. А нам нужен XFAT. Соответственно, вот первая команда FormatFS. Только вот здесь нужно написать XFAT. Если вы не знаете, какая файловая система у вас поддерживается, или как она называется, вот здесь в Help написано, что вы можете вдать командочку File System и увидеть, во-первых, и в список файловых систем, и размеры их юнитов. Собственно говоря, я это и сделаю сейчас. Как вы видите, данная моя партиция в данной файловой Windows системе поддерживает следующие, как вы видите, варианты. То есть либо NTFS, либо XFAT. То есть он сейчас отформатирует в XFAT. И дальше я делаю командочку FormatFS равняется XFAT. И обратите внимание, командочка Quick. Если вы не укажете командочку Quick, то со скоростью работы вашей флешки или вашего картридера система будет записывать данные в каждый сектор вашей флешки. Помните, что это может занять несколько часов, поэтому Quick для нашего варианта самый эффективный. И, как вы видите, система восстановлена, читабельна. И сейчас мы проверим, собственно говоря, пишется что-то на нее или не пишется. Берем диск с моим домашним видео. Выбираем что-нибудь побольше. Я, робот, писать не будем. Ну, давайте вот какой-нибудь там, не знаю, не знаю, что это копия пасти. И убеждаемся в том, что все пишется нормально. Как вы видите, без проблем можно восстановить систему. Да, не забудьте выйти из дискпарта, exit. Если в каком-то из операций у вас показывается input, output, error, значит флешка сдохла полностью. К сожалению, да, ну, ничем здесь уже не поможешь. Идите по гарантии меняйте или просто купите новую флешки. Это сейчас расходный материал. В общем-то, сценарий, я думаю, вам всем понятен. Все просто. Еще раз напоминаю, что вверху вот здесь вот есть всплывающие аннотации про другие видео, учебные, не учебные, как работать с Windows 10, как работать с Windows телефонами и так далее и тому подобное. А внизу в описании к видео тоже есть линки. Плюс все эти команды, последовательность команд дискпарта описана. Так что смотрите, подписывайтесь на мой канал. Ставьте, конечно же, лайки, кому помогло. Не забывайте поделиться этим видео. Тем более, если вам это помогло в решении ваших проблем. Ну и напоминаю, что с вами был я, Игорь Шестидко. Опять же, мои контакты найдете. Либо в средине видео есть такой линк на мой блог. Заходите туда. Найдете контакты и в Фейсбуке, и в Твиттере, и тому подобное. В общем-то, много где. Ну и увидимся. Всем удачи, счастливо, пока.